Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Информация о беременности Таты подтвердилась. Валера очень обрадовался. Парень наконец признался в своих нежных чувствах и пообещал не бросать никогда. Ребята решили поделиться радостной новостью и позвонили родителям. Как отреагировала мама Таты, покажут в ближайших эфирах. Ранее я вам уже рассказывала, что после ссоры с невестой Илья Ябаров решил воспользоваться ситуацией и отправился в гостиницу к девушкам с острова любви. По его словам, он всего лишь пообщался с загорелыми красотками, сел в такси и уехал обратно. Однако Влад Кадони рассказал, что Ябаров хвастался перед ним своей ночью с Лизой Кордобовской. Изменил или нет? Как вы считаете? Лиза Полыгалова продолжит свое участие в проекте «Дом-2». Совсем скоро девушка приедет на поляну, но пока не решила, с кем будет строить любовь. Сегодня в городских квартирах пройдут съемки финала первого сезона «Остров любви». Для финалистов этот день решающий. Ночью сегодня закончится голосование и все узнают, кто же станет победителем. Вместе с ребятами на шоу будут ждать новостей и родители всех финалистов. Олег Бурханов правильно понял угрозу организаторов о выгоне с проекта и моментально обнаружил пять девиц, годных для строительства отношений. Лиза Кордобовская сообщила, общаясь с Бурхановым сейчас, говорит, жалеет, что не попал на первый сезон. Одна из новеньких невест «Острова» Алина Камлачева уже сама номинировалась служанке и очень хочет поскорее занять эту должность, потому что строить отношения в таком месте – полный абсурд. Да и женихов, как своих мужчин, она не воспринимает. Кстати говоря, большинство девушек из второго сезона прилетели на Сейшелы только для того, чтобы загорать, пить и отдыхать. На данный момент Сейшелы продолжают бухать, а новый холостяк Артур сломал ногу. Ольга Рапунцель, узнав о том, что Тато в положении, тоже решила завести ребенка, чтобы выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион». Но Оля уверена, что Дима бесплоден, поэтому она хочет, чтобы Дима проверился у врачей. Бывшая участница «Дома-2» Эрна никак не может успокоиться по поводу своего изгнания и продолжает угрожать Рапунцель своим возвращением на поляну. Александра Харитонова заявила, «У меня будет очень серьезная возрастная роль. Я стану убийцей в короткометражном фильме, который выйдет на тенты». Саша Перетятка ушла от Вейса, сказав, что он очень грубый. Надя Соколовская, которая недавно встречалась с Елисеем, теперь встречается с Денисом. Они целуются и обнимаются. Константин Иванов и Саша Гозия собираются ехать в гости домой к Косте. Но Костя заявил, чтобы она платила за билет. Саша в шоке, почему ее парень не может на нее выделить средства. Еще Иванов поделился интересной новостью. «Я наблюдаю за строительством Чуева. Пока тот отдыхает за границей, все наши договоренности в силе. Каждый месяц я получаю дивиденды». А Дима Дмитренко ему дал деньги по ходу на отдых. Кто, если не Димон? Рапунцель узнает, ему капец. Напомню, что Дима Дмитренко, так же, как и Костя, вложился в строительство Чуева. Но Андрей, видимо, решил его деликатно кинуть. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале. Ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok